Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Из чего бы мне, господа, хотелось начать? Ну, конечно же, с нашей многим уже полюбившимся, собственно говоря, рубрике. Я же говорил. Значит, смотрите. По курсу доллар-рубля, помните, я вам говорил, что мы идем на 93.70. Притом, обратите внимание, вот этот уровень, он у нас, смотрите, 93. 93, такой несуразный для техники, 93.73.04. Но вы посмотрите, как четко его отрабатывал курс доллар-рубля, потому что он фундаментальный. Потому что это не техника, а именно фундаментальный уровень. И мы здесь прям четко на него, смотрите, долгое время прям стояли, 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 потом пошли вниз. На самом деле, смотрите, ситуация какая? Я вам сразу могу сказать, что, как я и говорил, сценарий на ослабление оставался основным. Так оно это все и подтвердилось. А смотрите, если вы внимательно посмотрите, просто так как персональное сопровождение я провожу каждый день. И, естественно, за всеми этими процессами наблюдаю постоянно. Смотрите, когда у нас произошла вот эта коррекция по укреплению рубля, да, то есть, еще раз говорю, это не разворот. То есть, вот смотрите, мы 93 удержали четко. Это не разворот. Это чистой воды коррекция, при том, обратите внимание, на чем? Правильно, рост индекса доллара. Смотрите, он резко пошел вверх. И после этого ЦБ, скорее всего, защищая, так сказать, курс, чтобы он все-таки оставался стабильным, провел определенные операции по интервенциям, да, и были продажи. По евро мы, кстати, такую динамику, ну, тоже, в принципе, наблюдали, но она была не такая явная, как, собственно говоря, это было по юаню, да. Потому что ЦБ, как правило, вступает в такие у нас операции. Значит, смотрите, еще один важный момент, на что бы я вам хотел обратить внимание, и также вспомнить, я же говорил, смотрите, помните, я вам говорил, что доллар не будет слабеть, они его все время будут укреплять. Тяжело им это делать, безусловно, но они это будут делать. Но самое главное, не это, самое главное, что? Золото. А что у нас с золотом? Вы видите, что происходит? То есть, доллар у нас уже находится на 105.38, то есть, он почти до 105.50 дошел. А золото никуда вниз не пошло. Более того, господа, смотрите дальше. Нефть. Помните, я вам говорил, что нефть будет закреплять 90? И что ниже 90, она будет не уходить, а доллар будет пытаться это сделать. Получите и распишитесь. 90. И держим 90, при том, что доллар, еще раз говорю, напоминаю, смотрите. Видите, как происходила сегодня динамика? То есть, у нас нефть закрепила 90, она возвращалась за 90. Помните, вот этот взлет вчерашний? Вот этот вот просто мега взлет, после чего нефть ушла. Но куда она ушла? На 88.50. И дальше что? Тут же пошло восстановление. Тут же! Несмотря на то, что там запасы были уже плюсовые и так далее. И помните, я вам говорил, что это все не поможет. И вот, пожалуйста, нефть ушла, восстановила 90, что она, в принципе, и собиралась сделать. И дальше, смотрите, видите, была попытка и выходить куда? На 92.94, как я вам говорил, да? И что произошло? Тут же опять рост доллара. Рост доллара, и, соответственно, нефть опять пошла небольшим давлением. Но, в итоге, она все равно пытается удерживать 90. То есть, задача у нефти удержать 90 уровень, что, в принципе, и происходит. И это было тоже абсолютно ожидаемо. Я вас об этом предупреждал. И заметьте, никаких тут фибоначи, скользящих, всевозможных там стрелочек, фигур там, да? Всевозможных там волн. Ничего тут нет. Я вам просто все это рассказываю на фундаментале. Ничего тут, по большому счету, несмотря на то, что у нас тут техника есть, я к ней вообще не привязываюсь. Вот абсолютно. Потому что понимаю, как это все работает, как это устроено. И я вас предупреждал, что именно так этот сценарий будет выглядеть. Теперь смотрите дальше. Что немало важно, при том, что у нас растет доллар, что у нас происходит? Смотрите. Конечно же, у нас происходит так, где он? Вот он. Распродажа американских облигаций. Помните, я вам говорил, что они уже сейчас очень проблематично будут набирать покупки? Потому что, как я уже говорил, во-первых, а, отчетный период. Смотрите, американский рынок находится под давлением. Где он у нас тут? Находится под давлением. Доллар же вырос, да? А доллар вырос за счет чего? Конечно же, конечно же. Был рост сумасшедший просто. По доходности облигаций. Смотрите. Десятилетки на максимум. Двухлетки сейчас немного скорректируют. Немного. Но тоже на пиковых значениях. За счет этого и держится доллар. За счет доходности облигаций. А как вы понимаете, и как я вас об этом предупреждал, это, естественно, увеличивает госдолг. Обслуживание госдолга становится проблематичным. Потому что он становится все дороже. А при этом, смотрите, что они в итоге добиваются-то. Доллар-то укрепился до 105.50. Но при этом ни золото, ни нефть никуда не упало. То есть при 105.50 нефть должна была абсолютно пойти вниз на коррекцию. Хотя бы на 84, на 85. Вот в эту зону свалиться. Ничего этого не происходит. И это говорит о том, что мы живем в новой реальности. О чем я вам говорил. Что на самом деле мир меняется. И ситуация с долларовой системой тоже будет меняться. Потому что раньше бы доллар совсем по-другому на это повлиял. Притом, смотрите, пошли новости о том, что якобы Иран, возможно, ну, по крайней мере, подписчики скинули в канал. Я, честно говоря, пока этой информации не видел. С неких источников. Что непосредственно Иран, вроде бы как, так сказать, в заседании ООН представители, сказали о том, что они готовы отказаться от этого удара. Хотя я могу сказать так. Вот я смотрел перед тем, почему сегодня вышел немножко попозже. Я вам сказал, что будем выходить где-то 18-18.30 на запись, для того, чтобы пораньше записывать видео. Но сегодня вышел попозже, потому что у нас очень долгий был прямой эфир. Он почти два часа был. Вот. И поэтому, так сказать, подзадержался. Но до прямого эфира я смотрел информацию, насколько вся вот эта вот паника в Америке, в Израиле по поводу этого ответного удара. Американцы там заявляли о том, что они в любом случае прям обязательно ответят Израиле, вернее Ирану. В каком плане? Что они как бы Израиль защитят. Не то, что ответят напрямую Ирану. Нет. То есть, такого не было. А именно о том, что они защитят непосредственно сам Израиль от ударов. Кстати, я сейчас посмотрю. Вот эта информация у нас была. Выкладывал я или нет? Нет, не выкладывал. Вот. Но я ее видел, как бы, эту информацию. Потому что, на самом деле, очень сильно они муссируют эту тему. И, соответственно, как я уже говорил, реакция Израиля тоже совершенно отличается от того, что было все до этого времени. Потому что никогда не было такого, что когда Иран заявлял о том, что он там ответит, да, чтобы там была эвакуация всех посольств там, да, что сразу там начинались какие-то передвижения военных сил. Ведь введение вот этого из, как он там, забыл, короче, из какой там зоны, сектора газа, Хайюнис, или как он там называется. В общем, они оттуда вывели как раз, собственно говоря, подразделение. Да, понятно, что там на переукомплектовку и так далее вполне возможно. Но самое-то главное, они пытаются укрепить северную границу. Потому что там как раз может начаться боевые действия со стороны Хазбаллы. И Хазбалла в этом обещала, и она предупреждала. Поэтому таких вот реально сильных реакций не было раньше. То есть, на самом деле, Израиль раньше все это игнорировал, все эти угрозы со стороны Ирана. И США тоже, между прочим, тоже не придавала такого сильного значения. Сейчас картина совершенно поменялась. И вот то, что скинули подписчики, например, да, почему я говорю, что у нас в Телеграм-канале, как бы, да, даже подписчики очень часто могут кинуть что-нибудь важное, интересное. Сейчас я вам покажу вот эту новость. Вот, смотрите. Типа, так, нет, простите. Вот. Иран мог бы отказаться от ответа на удар Израиля по иранскому консульству, если Совбез ООН осудит действия израильских властей. То есть, ну, как бы такой дипломатический, по сути, ход, а не какой-то там военный, да. Ну, это, на самом деле, тоже серьезная вещь, несмотря на то, что кажется, что это абсолютно какая-то мелочь. Но, по факту, это надо, грубо говоря, будет признать через Совбез ООН, чего не делалось никогда, что действия израильских властей являются абсолютно незаконными. И, фактически, скажем так, превышают все нормы вообще международного права, да. То есть, это такой момент достучаться через мировое право, да, то есть, условно говоря. Вот. Но и даже вот эти новости, да, как мы видим, они как бы не скорректировали сильно золото, например, да. То есть, если бы даже стали рассматривать вариант, что там, если вдруг вообще этого удара не будет, да, и, казалось бы, как бы в реальности, которая была раньше, сразу бы золото полетело вниз. Вот примерно вот так было бы, да. То есть, вот вначале оно росло, росло там, да, и потом раз и резко развернулось. Потому что, собственно говоря, факт, который ожидали там, в который заходили, можно сказать, в рамках именно защитного актива, да, все бы это быстро распродалось. Ну, нет, господа, здесь все не так, о чем я вас и предупреждал. Здесь долгосрочный тренд, который формируется абсолютно на такой многофакторной системе, которая столько всего в себя включает, даже в том числе банальный спрос, спрос на золото, потому что, еще раз говорю, тарят даже не ETF, которые там, как говорится, покупают золото, да, а прям физические слитки. И это совсем другая картина, про чего, про что я вам все время и говорил, что мир меняется, картина меняется, все, что происходит вокруг, сейчас выглядит совсем по-другому, нежели это выглядело раньше. И вот эта ситуация с долларом, это полностью доказывает. Раньше бы доллар при таком росте, он бы оказал очень сильное воздействие на сырьевые товары, на золото прежде всего, на нефть и так далее. Но этого не происходит. И это в очередной раз подтверждает то, что американская система под большим риском, о чем я вам все время здесь твержу, каждый день. Не то, что я как бы, как я уже еще раз говорю, как там Хазин говорил, что стоит России отказаться от доллара и все, и доллар рухнет. Нет, нет, тогда это было невозможно. Я вам всегда уже об этом говорил, что к Хазину отношусь очень даже как бы положительно, но еще раз говорю, там больше романтики было, чем реальности. Сейчас конкретно реальность, потому что все процессы, которые кажутся как будто бы невидимы, как будто они не сильно окажут влияние, они как вот мелкие червячки, точат вот этот вот долларовый ствол, который, естественно, постепенно в итоге может рухнуть. И это абсолютно обоснованно и абсолютно никакая не конспирология. Еще раз говорю, все, что я вам рассказываю, я вам показываю на финансовых графиках. Не какие-то там рассуждения о чем-либо, да, а это все подтверждается поведением рынков, финансовых инструментов, которые по факту и фактически, можно сказать, и выдают ту картину, которую многие не видят, которая на самом деле скрыта от тех, кто смотрит только там смешки всякие, там продажные вот эти американские и так далее, да, потому что здесь реальность совсем другая. Мы смотрим на цифры, которые, как всегда, упрямы, да, и мы видим, американский госдолг распродается. Заявить о том, что снижать ставки они не могут, потому что тут же ослабится доллар. Мы видим, что наоборот заявления уже даже идут о том, что, возможно, ставки будут повышаться. Вот смотрите, банально тоже я вам сейчас покажу. Так, вот смотрите, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что Центральный банк добился огромного прогресса, в кавычках, заметьте, на пути к лучшему балансу своих целей по инфляции и занятости, а дальше внимательно, но добавил, что нет необходимости сокращать в ближайшем будущем ставки. Президент ФРС Ричмонд Томас Баркин заявил, что Центральному банку США еще предстоит поработать над сдерживанием ценового давления, и он может не торопиться со снижением процентных ставок, о чем я вам говорил. Все вот эти, все бюллетени, все эти аналитики, все, а между прочим, любой там Телеграм, Ютуб канал, возьми, они же как это все делают? Они просто тупо читают, а потом вам рассказывают, если это еще кто-то читает, кто-то вообще не читает, кто-то просто рисует рисунки, чертит всякие там схемы в виде там Фибоначчи сеток там и прочее, рисует стрелочки там и так далее, да. В лучшем случае, если прозвучит какая-то фундаментальная основа в виде там какой-то статьи, где-то он там прочитал, но еще раз говорю, это не анализ, потому что эти статьи не подвергаются никакому анализу, эти статьи в принципе не обрабатываются. Почему? Потому что человек даже в этом не разбирается. Для него это вторично, он может просто это приводить как пример, так сказать, подтверждение своих рисунков. Вот в чем разница. Я вам каждый раз говорю о том, что вот где фуфло, там фуфло. Где конкретно врут, там врут. Где конкретно ожидание абсолютно не соответствует реальности, я вам так об этом и говорю. И я вам давно, уже полгода почти твержу о том, что не будет никаких снижений ставок. Не будет. Потому что, еще раз говорю, доллар должен быть крепкий. Америка без крепкого доллара просто не выдержит. И мы это видим, и мы это постоянно наблюдаем. Та инфляция, которая разогналась еще со времен пандемии, она до сих пор еще норму не пришла, это раз. А во-вторых, ситуация с СВО, хотим мы в это, как говорится, погружаться или нет, как говорится, изучать или не изучать. Но это факт. Вот смотрите, простой банальный пример я вам приведу. Вот как можно игнорировать. Вот смотрите, во-первых, Америка сама заявляет, например, удары по НПЗ российским, да, сразу поддерживают цен на нефть. И мы это видим. Мы это видим. Хотя мы понимаем, что прекрасно сама Америка, на самом деле, и курирует все эти удары. Но вот ответочка, пожалуйста, удары по хранилищам газовым, которые находятся на территории Украины. Рост цен на газ. Сразу, мгновенно. Фьючерсы уже начали показывать рост цен на газ. А представляете, что будет, если эти хранилища будут уничтожены. И вот хотите вы слушать про войну, не хотите вы слушать про войну, но это не получается, потому что в любом случае это все взаимосвязано. Абсолютно. И рынки нам это каждый раз все это время показывают. А теперь смотрите, какая запускается цепочка последствий. Для того, чтобы, если мы говорим о реальной, как говорится, аналитической работе, а не о рисунках. Смотрите, если вы знаете о том, это вот я вам просто говорю о том, что как можно оказаться на рынке впереди. Если вы знаете о том, что удары по хранилищам приводят сразу к росту цен на газ, вы уже сразу смотрите, какие сразу можете сделать быстренько выводы. Первое, надо покупать газовые компании, потому что они на этом будут зарабатывать. Цена на газ пойдет вверх. Второе, будет разгон инфляции. Будет разгон инфляции, не будет никакого снижения ставок. Не будет никакого снижения ставок, тот же доллар, например, не ослабнет. Соответственно, раз доллар не ослабнет, доходность облигаций будет расти, доходность облигаций при росте, соответственно, будет поддерживать доллар и оказывать давление на, соответственно, рынки. То есть рынки будут расти более умеренно. Ситуация с сырьем, соответственно, тоже будет сдерживать и так далее. Вот так это работает. Понимаете, в чем дело? А не то, что там нарисовал стрелочку, где-то там куда-то шип доллара, куда-то там что-то пока не отработает, туда вернется, туда не вернется. Еще раз говорю, 99% YouTube, Telegram канал занимается полной херней. Вот полной херней. Конечно, они на этом зарабатывают, это все понятно. Люди хотят вообще видеть всякие там сигнальчики, чтобы кнопка бабло была, нажали и прям сразу все заработали. Они это, естественно, обещают, потому что все это они знают, так как знают, как где-то что начертить, где что нарисовать. Вас, соответственно, загонят в какие-нибудь курсы, где там тоже будут учить рисовать и так далее. Но вы никогда не поймете реальность рынка. Реальность рынка вы никогда не поймете. Потому что это все фундаментал. Это все фундаментал. Все события взаимосвязаны. Все процессы экономические и финансовые, они, соответственно, будут реагировать друг на друга. И если, простите, идет война, вы никуда не уйдете от нее, потому что это тоже воздействие на экономику. Постоянное. Тем более, если мы говорим, например, о курсе доллар-рубля, где доллар фактически является стороной США, которая является врагом, по сути, России. И, соответственно, Россия является врагом США, а она имитирует рубль. Вот и все. Два врага и, соответственно, все действия со стороны врагов. Можно не говорить о том, что это враги, типа не враги. Но это просто спрятать, как я уже говорил, голову в песок. Это факт. Америка четко объявила, что Россия для нее враг. Можете посмотреть военные доктрины и так далее. Там все это прописано. Россия враг. Даже Китай для них конкурент. А Россия враг. Сейчас уже, конечно, доктрина по Китаю тоже может поменяться. Поэтому, еще раз, господа, все взаимосвязано. Хотите понимать, куда чего пойдет быть впереди, понимайте события, точки непосредственно соприкосновения тех событий, которые, как говорится, ожидаются. И вот ситуация с газом туда же. У нас вот буквально сегодня смотрел эту информацию. А также там были нанесены серьезные удары опять по энергоресурсам, по энергосистеме Украины. А прежде всего там ТЭЦы были выведены и так далее. К чему это тоже ведет? Это опять же к вопросу экономики, рынков и так далее. Это ведет к тому, что, естественно, эти мощности Украины, если раньше она могла спокойно, как говорится, продавать за границу в Европу, там это уже, да. То здесь наоборот, ей придется закупать. А это, соответственно, определенный, опять же, приводит к определенному дефициту, повышению цен на энергоносители и так далее. Все это взаимосвязано. И, как вы понимаете, опять же все это касается инфляции. Касается инфляции, естественно, все это будет касаться и ставок. Ну и теперь смотрите, давайте быстренько разберем в итоге наш календарь. Значит, смотрите, ситуация следующая. Что мы с вами сегодня ждали? Индекс потребительских цен в Китае, господа, мы ждали. А это, кстати, очень тоже серьезный момент. На самом деле, смотрите, я вам сейчас покажу офшорный юань. Офшорный юань привязан к доллару. И обратите внимание, почему нас это тоже очень интересует. Потому что, смотрите, и это, кстати, часто совпадает с тем, как действует наш Центробанк. Офшорный юань, он фактически, так как привязан к доллару, не материковый, так называемый, да. Соответственно, он фактически абсолютно зависит от движения доллара. И как мы видим, вот он, доллар взлетел, соответственно, юань упал, да. А мы же конкретно, да, через кросс-курсы привязаны к юань, насколько вы помните, да, через евро к рублю и юань к рублю, да. То есть, Центробанк и Минфин, две вот этих вот, как говорится, ниши, где у нас, собственно говоря, идут продажи, покупки валюты. И которые через кросс-курсы формируют фактически курс доллара рубля. Вот этот вот уровень, да, который мы с вами каждый раз рассматриваем, вот этот вот рисунок. Вот это курс доллара рубля, вот это евро к рублю, а, соответственно, секция юань к рублю, да. Все это расчет, соответственно, на завтра. И здесь идет формирование курса доллара рубля. Его нету, да, еще раз напоминаю, для тех, кто канал смотрит впервые. Нет у нас курса доллара рубля. Это чисто синтетика, которая создана через кросс-курсы. Он у нас чисто, фактически, тупо является, как мы помним, токсичной валютой. Мы оттуда выкинуты, поэтому мы формируем курс доллара рубля через кросс-курсы. Евро к рублю, ЦБ, это Минфин, и ЦБ, соответственно, юань к рублю. Все, вот благодаря этим операциям появляется курс доллара рубля. И, естественно, как вы понимаете, при такой ситуации, юань, когда, например, он начинает слабеть, это в чем говорит? Рубль, по идее, должен укрепляться. Но не тут-то был, господа. Потому что зачастую бывает так, что ЦБ у нас по более низким ценам он начинает закупать, тем самым девальвируя рубль. И тем самым мы видим после этого ослабление рубля. И вот не исключаю вариант, что в том числе, почему еще сейчас пошло такое вот это ослабление сильное, потому что юань подешевел, и, соответственно, его начинает ЦБ тарить. А мы же помним, что непосредственно, конкретно в, как говорится, сейчас, непосредственно фонд национального благосостояния, он у нас сейчас заполняется, и мы помним с перекосом в покупке. Поэтому все вот эти факторы нам и дали возможность после этого сделать вывод, что рубль пойдет на ослабление, да? Я вам об этом говорил. Хотя на самом деле, на самом деле, да, вот если смотреть, было, допустим, технический график, вот смотрите, вот даже просто банально, я вам об этом говорил, сейчас еще раз покажу. Тут же картина была совсем другая. То есть вот если смотреть чисто по поведению, скажем так, как шла цена, вот смотрите, да, постепенно хаи все время снижались. Снижались, 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 снижались. И все говорило о том, что с большой вероятностью может пойти пробой 92.22. Особенно это было видно по юаню. Помните, мы с вами говорили, что, опять же, берем чисто технический, допустим, как говорится, момент, да? Вот смотрите, вот он. Вначале у нас был вот этот большой-большой объем со смещением диапазона 12.90, который потом нам позволил выйти аж до 12.97, а потом все это слили. И после этого мы видели, что каждая покупка переливалась продажами, которая все глубже погружала, да, не давала. Вот здесь пошел только разгон. Тут же слили на одной свече и продолжили этот процесс. То есть по технике мы шли вниз. Вот если мы вот так вот посмотрим на график, да, любые там, как бы, вот они, пожалуйста, возьмите любого там любителя чертить, он бы вам стопудово говорил, что цена идет вот туда, на 12.60. Он бы просто не понимал вообще процессов, как они так и делают, в принципе, еще раз говорю. Поэтому очень аккуратно смотрите прогнозы всех этих художников. Они просто рисуют. Они понятия не имеют, какие факторы. И вот там, пожалуйста, технический анализ, так он и показывал, да, мы идем потихоньку. Притом у нас хаи были все ниже, а лаи начинались увеличиваться постепенно. Вот, собственно говоря, и это рисунок вниз. Это рисунок вниз. Но так как мы-то, простите, не художники, мы понимали, что к чему, мы следили за фундаментальным уровнем и за всем все, что происходило. И я вам постоянно говорил, все говорит о базовом сценарии на ослабление. И я оказался прав. Поэтому еще раз говорю, все надо понимать, как это устроено. Тогда вы только сможете делать какие-то прогнозы. Техника вся эта, безусловно, пойдет далеко и надолго. Основываться на ней ни в коем случае нельзя. Можно только ее применять, как дополнительный, как говорится, инструмент для того, чтобы уже, когда ты понимаешь, куда, что, почему, каким образом, а дальше уже смотреть, куда может дойти, где может приостановиться, где может скорректироваться и так далее. Вот тогда это имеет значение. Ну и вот смотрите, если мы тоже посмотрим непосредственно на ситуацию с нашим, например, торговым графиком, да, где у нас персональное сопровождение, он используется для торговли. Вот смотрите, 12.95. Чистый рейндж и 12.82 тоже. То есть рейнджевая зона. По юаню мы пока еще в тренд не пробились. Но мы видим, что по факту, вот коррекция там может быть где-то 12.85, 12.80 уже вряд ли. И, соответственно, постепенно пробой на 12.95. По евро рублю, вот тут смотрите, мы практически уже могли даже перекраситься. Смотрите, видите, вот у нас зона синяя, которая говорила о том, что может начаться опять вот такое вот локальное укрепление. Но видите, мы тут же приходим на поддержку. Нам алгоритм, еще раз говорю, это не скользящий, они просто визуализируются так. Алгоритм нам показывает, что на 99.97 сильная поддержка. И значит зону на укрепление мы вряд ли пробьем. Поэтому используются вот эти у нас технические графики именно для вот таких целей, да, чтобы понимать, что происходит конкретно на определенных ценовых отметках. А фундаментально мы знаем. Здесь на самом деле мы помним, Минфин должен покупать. Вот сейчас это были распродажи, а он должен покупать. Поэтому с большой вероятностью этот будет, скорее всего, уровень удержан. И мы, кстати, остаемся в рейнджевой динамике. 99.83 и 187. Это все еще у нас рейнджевая зона. И по доллару рублю. Вот, пожалуйста. Здесь, соответственно, 93 пошло, скорее всего, уже под закрепление. То есть мы закрепляем следующий этаж. Также мы видим по волатильности, что у нас цена может идти в район 94. Мы видим, что этот выход произойдет 93.70. Это как раз наш, смотрите, фундаментальный уровень. Вот он, который мы, собственно говоря, и ждали. Вот он, 93.70. Видите? Мы его как раз здесь прокололи. А этот уровень нам алгоритмами подтвержден, что здесь у нас выход из рейнджа в тренд. То есть пока у нас еще рейнджевая динамика 92.80 и 93.60. А уже когда за 93.70 выйдем, это уже будет трендовая динамика. 92.40 и вот уже куда идет цель 94.40. А мы что с вами ждем? 95. Что, собственно говоря, и требовалось доказать. Вот туда мы постепенно ждем при пробое и заходе за 93.70. Вот. Вот тогда технику можно использовать. Теперь смотрите дальше. Но опять же, когда вы все уже прекрасно понимаете. И заметьте, я вам прогнозы не на этом давал. Не на этом. Иначе бы ничего бы не получилось. Значит, смотрите дальше. Значит, индекс потребительских цен в Китае, естественно, это влияет на ситуацию с юанем и на, скажем так, на общем картину в Китае, потому что, соответственно, если будет дефляция, а она там идет. То есть в этот раз тоже на самом деле инфляция в Китае замедляется. Там фактически процесс дефляции. И тут как бы два момента. С одной стороны, это говорит о том, что у Китая, как Америка, по крайней мере, считает, идет замедление типа экономики, потому что, ну, это приведет, как крайней мере, к сокращению мощностей и так далее. Потому что, ну, как бы смысл цены товара, получается, снижается. Соответственно, товар надо снижать количество производства для того, чтобы, соответственно, цена поднялась. Но, с другой стороны, это хороший плюс для, так сказать, общей инфляции, потому что мы понимаем, что именно общая инфляция, она, естественно, разгоняется в том числе и через Китай. Конечно, основной породитель инфляции и весь мир расплачивается за США. Это все оттуда. Все оттуда. Все этих вертолетные деньги, все это, то, что было послано в СВО, которое абсолютно не окупилось, опечаталось огромными, просто, просто огромными объемами, да, это все необоснованно, ничем не подтверждено и, естественно, обесценено. В этой ситуации, как мы понимаем, естественно, инфляция Китая, она вносит коррективы с точки зрения только, как говорится, что товары для поставок там из Китая, они все равно дешевле. Но вот этот станок, который является основным разгонщиком инфляции, это США. Все пришло оттуда. Теперь смотрите дальше. Индекс цен производителей год-году. Индекс цен производителей год-году, это, господа, была США, по-моему, если я не ошибаюсь, или, а, это, по-моему, тоже Китай, это еще тоже Китай. Америка у нас тоже будет индекс цен производителей, но позже. Так, сейчас я вам скажу точно. Сейчас уточню только. По-моему, индекс цен производителей Китая. Да, 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 это все Китай. Здесь тоже получилось, что на самом деле цены снижались. Тоже цены снижались. Где-то, может быть, даже оставались на том же уровне, там все зависит от год-года, месяц-месяц. А теперь смотрите дальше, господа. Заседание Еврогруппы. Заседание Еврогруппы. Новостей я оттуда не нашел. То есть, насколько там, что они там решили, не решили. По поводу санкций вроде никаких новостей не было. И это, соответственно, слава богу. Потому что нас только интересует этот шабаш. В рамках будет он заседать, какие-то новые объявлять санкции или нет. Ежемесячно отчет ОПЕК. Тоже его не видел. Пока, по крайней мере, опубликованного я его не нашел. Возможно, он будет завтра. Но он был. Нефть мы видим. За 90, значит, скорее всего, он прошел достаточно, как и ожидалось, что все-таки цены на нефть поддержали. Дальше. Заявление по монетарной политике ЕЦБ и решение по процентной ставке ЕС. А вот это, господа, опять же, для меня прошло абсолютно без каких-либо сюрпризов. Я вас предупреждал, что мы следим с вами внимательно за базовой ставки в Новой Зеландии, в Канаде. Почему я вам говорил про это? Потому что это нам давало сигналы о том, что, возможно, будет приниматься в рамках, соответственно, дальнейших ставок и в том числе в Евросоюзе и так далее по всему миру. Потому что мы помним, что там были разговоры о том, что Америка имеет план заставить все центробанки синхронизированно снизить ставки и тем самым оставить, опять же, доллар укрепленным. И когда я увидел, что ни Новой Зеландии не снизила ставку, ни Канада не снизила ставку, было понятно, что и Евро тоже, и Евро, и ЕС тоже не будет ничего, и центробанки Европы не будут снижать ставки. Что и произошло. Но Лагар там во время своих уступлений, она там ляпнула по поводу того, что мы рассматривали, что, возможно, будем снижать ставки. Но все это фуфло полное, как я уже говорил неоднократно. Поэтому здесь было все абсолютно тоже ожидаемо. И, как вы понимаете, Евро, естественно, ослаб. Евро и ослаб. Но, смотрите, те, кто торгует евро к доллару, так как все-таки доллар 105-50, это уже предел, очень слабо получится у него удержать эти значения, евро можно покупать. Вот я вам так скажу. Потому что, во-первых, смотрите, ставки у них одинаковые, то есть у США и у Европы. А укреплять сильно доллар, долго они не смогут. Поэтому евро уже можно покупать, он, соответственно, потом пойдет в рост, потому что это просто банально будет ослабление доллара. И, соответственно, приведет к тому, что евро пойдет на укрепление. Здесь конкретно, вот, да, долго 105-50 держать не получится. Доходность облигаций держать на максимуме тоже. Поэтому там можно будет тоже чуть-чуть даже подкупить. То есть, если, например, давайте приведем вот здесь, например, биткоин, кстати, у нас, смотрите, да, по биткоину мы тоже скажем немного. Смотрите, ситуация 70 тысяч, как я вам говорил, будет на удержание, так оно и есть. Конечно, сейчас ситуация становится уже не очень хорошая для рынка в плане того, что вот этих всех заявлений. Но отчетный период, господа, он никуда не девается. Вот смотрите, по евро-доллару. Видите? Вот 1.070, вот ниже он, скорее всего, не пойдет. То есть, вот ниже вот этой отметки, скорее всего, не пойдет. Здесь уже можно будет покупать. Если вдруг, каким-то образом, там, например, закинут его в итоге, там, на 105, на 106, да, хотя я в это вообще не верю, это надо уже ставку, наверное, разговоры, либо поднимать от ставки, либо, соответственно, разгонять доходность еще выше. Тогда евро-доллару может уйти, там, на 1.065. Но в любом случае, вот это все зоны покупок. Вот это все зоны покупок. Потому что потом, рано или поздно, он все равно подослабнет, он не сможет все время держаться так крепко. Теперь смотрите дальше. Значит, по евро я сказал, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, господа, сократились, сократились. И это как раз тоже, в том числе, укрепило доллар. Потому что рынок труда устойчив, рынок устойчив, и, соответственно, сам S&P 500, он тоже в этой ситуации особо вниз никуда не пошел, да. То есть, он, смотрите, он пытался все время держаться около 5200, так на самом деле и есть. То есть, смотрите, 5200 для S&P 500, кто торгует американские рынки, это предел на самом деле. Это хай, который при том еще и необоснованный. Вот смотрите, я вам сейчас прочитаю, а это все тоже к вопросу к доллару. Смотрите. Сезон отчетности. Помните, я вам говорил, что сезон отчетности сейчас будет держать рынки, да. Сезон отчетности вступит в полную силу в пятницу, когда отчитаются JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, то есть, самые крупнейшие одни из банков, да. Ожидается, что устойчивая экономика и потребительский спрос будет способствовать росту прибыли компании из индекса S&P 500. Второй квартал подряд, после трех кварталов сокращения прибыли. И высокая прибыль крупных технологических компаний, как вы понимаете, это та самая великолепная семерка, искусственный интеллект, NVIDIA, там и прочее, да, вероятно, станет ключевым фактором. То есть, они ждут опять новый пузырь разгона вот этого ИИ, да. Теперь смотрите дальше. Поскольку банки должны неофициально объявить прибыль за первый квартал на этой неделе, за их результатом будет внимательно следить, чтобы увидеть, первое, может ли рост оправдать соотношение цены и прибыли S&P 500, который примерно на 20% превышает средний показатель за 10 лет. Представляете, какой там пузырь? При прибыли в 21 раз это соответствует доходности в 4,8%. Мультипликатор, который выглядит все более неблагоприятным, поскольку доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла до 4,5%. То есть, вы представляете, разница какая? Можно просто без риска покупать облигации, и вы заработаете столько же, сколько вы бы заработали, грубо говоря, в акции. Фактически, разница стоимости акций сейчас близка к самой низкой за последние два десятилетия. И, как вы понимаете, это, конечно, ведет к чему? Что, естественно, доходность американских облигаций продолжает расти, чтобы, соответственно, в этот отчетный период, в том числе, переток был денег из акций, в том числе, в облигации. Поэтому этот процесс, естественно, взаимосвязан, как я уже говорил. И тут его надо будет, естественно, подтвердить. То есть, тут, соответственно, надо ждать отчетный период, и вот банки начнут отчитываться, господа, завтра. Теперь смотрите дальше. Число первичных заявок сказал. Индекс цен производителей в США, господа. Вот он показал, по-моему, небольшое снижение. Небольшое снижение, что тоже, опять же, или на том же уровне было, или небольшое снижение. Сейчас я вам точно скажу. Да, короче, небольшое снижение. То есть, был 0.3, стал 0.2. И прогноз был, в принципе, 0.2. То есть, это, по большому счету, не сильно, скажем так, отличалось от прогноза. А вот, кстати, индекс цен производителей месяц к месяцу, вот там хорошее произошло замедление. С 0.6 прогноз был на 0.3, ну, а вышло даже 0.2. То есть, это как раз вот хорошие признаки для ФРС, соответственно, потому что мы понимаем, если у производителя инфляция начинает замедляться, соответственно, она будет замедняться и у потребителя. Но мы видим, что эти данные, на самом деле, они все время, как говорится, плавают туда-сюда. Все равно рост есть, просто он чуть, скажем так, помедленней. Но, опять же, не забываем, да, ситуация в Красном море, цены на нефть, никуда ничего не остановилось, все это растет, поэтому, естественно, понятное дело, что инфляция никуда не денется. Теперь смотрите дальше. Пресс-конференция, а сейчас еще и цены на газ, если пойдут. Пресс-конференция ЕЦБ, соответственно, ровно то, что я вам сказал, что там, по большому счету, без каких-либо, как говорится, сюрпризов, они сказали, что там по поводу того, что рассматривали варианты снижения, но, естественно, ничего не снизили. Международный резерв Центрального банка России. Вот это, господа, тоже интересный момент. И Международный резерв Центрального банка России выросли, а это говорит о том, что, соответственно, есть возможность подпечатать деньги. Ну, как бы, да, у нас есть возможность подпечатать деньги, потому что они обоснованы, собственно говоря, доходами от непосредственно резервов. Поэтому мы помним, Путин как раз нам тоже об этом говорил, что можно будет подпечатать. И это тоже второй момент, который приводит к девальвации рубля. Соответственно, мы видим ослабление рубля. Теперь смотрите дальше. Сальдо торгового баланса Российской Федерации. Вот тут интересно. Оно показало, естественно, что мы, естественно, экспортеры, в отличие от Америки, где они импортеры. И сальдо торгового баланса выросло, господа. В плюсе выросло. И говорит о том, что все-таки экспорт у нас увеличивается. Вот смотрите, сальдо торгового баланса у нас получилось. Было 6,76, а стало 7,65. То есть подрос у нас непосредственно торговый баланс. И это говорит о том, что экспорт все-таки у нас увеличивается. Теперь, как вы понимаете, тоже признаки для ослабления рубля. Потому что при экспорте нам, конечно, выгоднее более иметь слабый рубль. Теперь смотрите дальше. Выступление представителя ФРБ Коллинза и выступление, соответственно, ФРС Бостика. Вот эти два фуфлыжника, как обычно, как я уже говорил, они ничего там нового не скажут. И, в принципе, я думаю, что они ничего не сказали. Потому что, ну, как бы их выступление я не видел. Вот те, кто заявили, те уже как бы я вот выложил, да? Уильямс заявил, да? Но это было еще вчера, я так понимаю. И Баркин. А вот Бостика ждем. И Коллинза. Очень серьезные, на самом деле, товарищи. Могут серьезно влиять на рынки. Особенно Бостик. Так, ну и смотрите. В принципе, сегодня вот кроме вот этих выступающих, а они, по-моему, позже будут выступать. Сейчас я посмотрю точно. Там, кстати, знаете, что еще? Вот, 8 часов. Да, Бостик будет позже. В 20.30. Вот там он может оказать влияние. Коллинз уже в 19.00. Но мы уже записываем видео. Я поэтому не знаю, как и в чем он выступил. Посмотрим, если что, в Телеграм-канале скину, если кто там. Или, соответственно, завтра в видео поясню. Аукцион по размещению, господа, 30-летней казначейской облигации. В 8.00 начнется. Вот это будет важно. Поэтому доходность у нас тоже растет. То есть они сейчас что делают? Они сейчас поднимают доходность, чтобы загнать в облигации. Поэтому сейчас у нас доходность на пике. И они ждут, соответственно, чтобы опять прошел аукцион по размещению. И туда больше, как говорится, в госдолг засадить. Значит, теперь смотрите дальше, господа. Что у нас будет, господа, завтра? Завтра у нас просто там огромное количество, на самом деле, типа событий. Но на самом деле их там таких серьезных не так много. Значит, смотрите. Первое, в пятницу, что мы ждем? Объем экспорта Китая. Объем импорта Китая. Сальдо торгового баланса Китая. ВВП Китая. А, нет, ВВП, простите, Британии. Значит, как вы понимаете, все, что связано с экспортом, импортом и сальдо торгового баланса Китая, нас это будет интересовать с точки зрения, что же там будет с юанем. Будет ли он, как говорится, должен быть ослабляться или укрепляться. Что там больше преобладает? Конечно же, Китай, он чистый экспортер, поэтому ясное дело, что там экспорт будет выше, но надо будет посмотреть. Сальдо торгового баланса Китая, естественно, посмотрим. ВВП Британия. Это, господа, как вы понимаете, очередные данные по общей ситуации в экономике мира. То есть, насколько там, как говорится, экономика не замедляется, рецессии нет, это напрямую может влиять, во-первых, а, на ситуацию с ценами на нефть, потому что, понятное дело, что если мировая экономика не тормозит, рецессий никаких нет, вот этого управляемого хаоса американского, который постоянно они создают, значит, соответственно, спрос на нефть идет, и все хорошо, цены на нефть будут расти. Что, естественно, тоже, как говорится, помогает, в том числе, российскому рынку, естественно, и российскому рублю, потому что высокие цены на нефть, естественно, поддерживают. Теперь смотрите дальше, что конкретно является еще важным завтра, очень важно, это ежемесячный отчет Международного энергетического агентства. Но, кстати, по ВВП надо еще учитывать, что это показатели о том, что могут и ставки держаться выше, об этом тоже надо помнить, потому что если экономика не замедляется, значит, ставки могут продолжать держать на более высоком уровне. Теперь смотрите, ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, как я уже говорил, международное слово можно оттуда выкидывать, Это чисто американская фуфлышка. Создана она исключительно для того, чтобы также, как говорится, манипулировать ценами на нефть. Естественно, они будут как раз выступать против вот этого отчета ОПЕК. Сто процентная задача, сразу предупреждать, сбить цены на нефть с 90. Я вам хочу сказать, что эта фуфловая контора, она достаточно сильно влияет на ситуацию с ценами на нефть. И их прогноз, который там, естественно, будет рассказывать о том, как все плохо, что на самом деле добыча там огромное количество в Америке растет, весь день в странах ОПЕК растет. А вот смотрите, господа, я сегодня уже в телеграм-канале это говорил и сегодня вам тоже напомню об этом. Вот помните, когда вот это все фуфло лилось там на протяжении полугода о том, что у Америки супердобыча, что они там кучу вообще всяких скважин набурили, что вглубь они там умеют идти куда-то там по своему сланцу этому хрен знает куда, на какие расстояния вам прям вот это горизонтальное бурение там и так далее. И все у них там просто сумасшедшая просто революция добыча. Где она вся? Это все было, когда цена была в районе 80, да? 80, 78, 82 там доходило, да? Потом они опять роняли. А почему? А ответ, господа, простой. Все это фуфло, которое они лили по поводу того, что они там охрененные добытчики, что там охрененный у них огромный экспорт, что они там везде все добывают. И за счет этого сдерживали цены на нефть, все это было полное фуфло. Все это происходило только потому, господа, потому что вот здесь цены на Юрлс были ниже нефтяных потолков. Вот она. Вот этот период, смотрите, где у них безумно росла добыча. Здесь и вот здесь. Догадались почему? Потому что они тупо покупали задарма российскую нефть. Через кого? Через прокладку Индии. Потому что Индия покупала у России за копье, да еще и за рупьи, мы это помним, да? А американцы потом у Индии выкупали, продавали как свою, но уже с повышенными ценами, рассказывая всему миру о том, что они там до хрена что добывают. На самом деле это было чистое фуфло. Они тупо перепродавали российскую нефть. Как только этот праздник жизни закончился, как только нефтяные потолки все нахрен порвались, Красные моря и Хуситы появились, все, у Америки нет нахрен никаких мощностей там что-то либо там добывать. Все это полная абсолютная мистика. Все это было вранье в чистом виде. И даже колонии им не позволяют в итоге поставлять такое количество нефти, чтобы в итоге перекрыть эти все, соответственно, сокращения со стороны ОПЕК и так далее, да? То, что ОПЕК сокращает, это было очевидно. Они рассказывают, что все это было на бумаге. Все это было на бумаге. А российской дешевой нефти они больше не увидели. Все. Индия перестала покупать. Она рассказывала про то, что цены их уже не устраивали. А на самом деле по продаже Индии нефти нас вообще не устраивало. Мы продавали их вначале, во-первых, по рупиям, а рупия это была неконвертируемая валюта и, соответственно, от этого девальвировался настолько сильный рубль в районе 102. А во-вторых, соответственно, это все еще и было с таким дисконтом огромным, что, в принципе, Россия приходила продавать большие мощности, то есть большое количество объемов, да, компенсируя, собственно говоря, низкой ценой. Вот, то есть низкая цена, вот низкую цену компенсировали большими объемами. За счет этого и держался и нефтяной потолок этот сраный, и непосредственно, благодаря этому, американцы были супер охеренными экспортерами нефти. Кстати, помните, они там заявили тогда, что они вышли-то тогда на первое место по экспорту нефти. Конечно, российскую нефть, когда продаешь, хрен ли не выйти. А так-то они вообще абсолютно ничего там добывать не могли. И этот сланец, еще раз говорю, нахрен никому не нужен. Они даже в хранилище его поместить не могут. Поэтому вот такая вот картина, господа, вот так все это взаимосвязано. Поэтому вот это, почему я вам сказал, вот эта контора, ежемесячный отчет, который международное энергетическое агентство, оно может попытаться уронить. Сейчас это сделать им будет сложнее, безусловно. Но не забываем о том, что там еще есть американские спекулянты, вот эти вот, да, которые торгуют по алгоритмической торговле, как они тогда рассказывали, да, следованием за трендом. Но вот сейчас вот следовать за трендом пошло. А до этого мы сидели, вот они, вот, в коридоре. Как только цены достигались, они тут же распродавали. Вот они, вот они были распродажи, вот. Это вот сдерживали ценовой потолок. А сейчас это уже так не происходит. Но вот здесь они могут подключиться. Почему? Потому что, еще раз говорю, нефть подходит к 90, и ей надо закрепиться за 90. Они этого будут стараться не допустить. Вот это надо понимать. И вот это, которая не конора, вот, можете увидеть, завтра с большой вероятностью попытается пробить вниз 90, там где-нибудь, там на 88, например. Они будут рассказывать, что все плохо, туда подключатся американские спекулянты. Американские спекулянты как это делают? Через, прежде всего, деривативы, фьючерсные контракты. Притом не поставочные, а фактически просто фуфлыжные, расчетные, которые ничего из себя не представляют. Потому что стоит сбить уровень, его восстанавливать очень тяжело. Вот это надо понимать. Поэтому они этим будут заниматься. Естественно, мы видим к этому и подготовка с укрепленным долларом, повышением доходности облигаций и так далее. Все это абсолютно уже подготовленная почва, чтобы продавить цены на нефть. Это имейте ввиду. Теперь смотрите дальше. ВВП Британия, как я вам уже сказал, год к году еще у нас. Дальше. Теперь смотрите. Индекс потребительских цен в Германии. Это уже также туда же Франция и Испания. То есть это по еврозоне. Там мы будем наблюдать ситуацию с инфляцией, потому что она нам будет иметь значение в прорамках того, что будут дальше делать со ставками. Поэтому вот этот момент для нас будет важен. Прогноз ЕЦБ. Ну это то, что они там будут говорить. Экофин, так называемый, европейский. Вот это тоже очередное собрание. Там они по поводу финансовой системы будут тоже все это дело вещать. Оттуда можно тоже получать какие-то комментарии, смотреть, что там они, какие видения видят, да. По поводу того, что повышает, не повышает ставки, что они ожидаются инфляции и так далее, так далее, так далее. Сколько они там, кому чего, сколько денег распределят. Вот выступление члена ЕЦБ Элдерсона. Индекс цен на экспорт. И индекс цен на экспорт. И индекс цен на экспорт. А, ну да. Индекс цен на экспорт год к году. Индекс цен на экспорт месяц к месяцу. И, соответственно, такие же данные по импорту. Индекс цен на импорт год к году. И индекс цен на импорт месяц к месяцу. Вот это, господа, все относится к США. Как вы понимаете, это нас будет как раз интересовать, насколько также растет инфляция, растут цены на непосредственно экспорт и импорт. Исходя из этого, мы понимаем также, какое может быть поведение доллара на укрепление и на ослабление. Это будет важно, особенно если, соответственно, как мы понимаем, Америка, она же страна импортер, никакая не экспортер. Даже с российской нефтью у них какое-то время удалось поэкспортировать, больше нет. Поэтому здесь, соответственно, ситуация получается банально проста. Импорт, если будет расти, инфляция растет. И, соответственно, доллар должен будет укрепляться. Теперь смотрите дальше. Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета, индекс потребительских инфляционных ожиданий тоже от него же, а также будет индекс ожидания потребителей Мичиганского университета, индекс настроения потребителей Мичиганского университета. То есть тут на самом деле вся вот эта его будет статистика, она чисто прогнозная, но иногда на нее рынок реагирует, поэтому я как бы внес, но на самом деле я на нее особо никогда сильно не обращаю внимания, потому что редко, когда бывает так, что именно на этих данных там возникают какие-то сильные воздействия либо по доллару, либо по рынку и так далее. Но они всегда, как правило, в пятницу проходят. А вот дальше, господа, выступление Бостика ФРС и речь члена ФРС Дели. Вот это важно. Вот эти фуфлыжники очередные, да, соответственно, ФРСные, потому что врут они постоянно, естественно, подведут итоги этой недели. Вот все вот эти данные, которые вышли, да, там рынок труда, данные по, собственно говоря, по инфляции и так далее, да, все это мы получили и вот как раз в пятницу они подведут итоги, господа. И вот исходя из этих комментариев, можно многое будет уже сделать, как бы какие-то выводы, да. Хотя, еще раз говорю, для меня они уже сюрпризом не являются. Я уже знаю, что они пока будут продолжать вещать о том, что когда-нибудь они эту ставку снизят в этом году и в то же время не сейчас. Но есть, господа, одна опция, про которую я говорил и которая уже начала звучать, о повышении ставки. Ровно что и требовалось доказать, там до 8%. Поэтому вот если там такая пойдет риторика, а мы видим, что, например, сбить золото, им нужно как минимум сейчас заговорить о повышении ставки и вот тогда посмотреть реакцию по золоту, что будет действительно. А так, облигации никому не нужны, облигации покупаются очень плохо, поэтому, соответственно, даже при высокой доходности надо повышать ставку. А вам я говорил до этого неоднократно, что они попали в кольцо, просто в кольцо у них вариантов нету. И рано или поздно выход из этого кольца только, простите, обрушением. Другого варианта нет, потому что держаться они так могут, только все время ухудшая ситуацию, по-другому никак. Ну, а теперь давайте в итоге, как говорится, уже перейдем к прогнозам. Значит, смотрите, как я уже сказал, базовый сценарий на ослабление рубля продолжается. Я считаю, то, что произошла сегодня вот эта коррекция из 93.70, они немного не пустили, да, это было прежде всего вызвано ростом доллара. Если допустить, что рост доллара у нас, как мы уже говорим, вряд ли уйдет выше 105.50, да, то есть 106, чтобы разогнать, но это еще надо сильнее поднять доходность облигаций и плюс, соответственно, как говорится, какими комментариями там ФРС, например, повышение ставки. Вот это они сделать могут. И вот тогда опять может, соответственно, наступить сдерживающая реакция. А так, с большой вероятностью, я рассматриваю продолжение своего базового сценария на ослабление, выход за 93.70. В итоге, на самом деле, я рассматриваю вариант 95 и вот там потолок. Вот там потолок, я думаю, что 95 мы вернемся и на этом все закончится. Тут, конечно, надо понимать, что тут еще уже разговоры о том, что будет репатриация валютной выручки и так далее. Она, как говорится, висит до сих пор, да, и чем ближе мы будем идти к концу апреля и звучать фраз о том, что продления не будет, это все больше будет нас, как говорится, ослаблять, да. Но все равно надо понимать, это инструмент ЦБ и Минфина, да, никогда об этом не забывайте. И, соответственно, если надо будет, развернуть и на укрепление, все что угодно может быть. Но, в целом, жду завтра опять продолжение дороги на 93.70, в итоге с пробоем, скорее всего, возможно, даже и, возможно, уже с закреплением за 93.70. Но это мы уже будем смотреть. Тут еще важно будет, какая динамика по индексу доллара будет, но я, как уже вам сказал, слабо верю, что его укреплят за 105.50. Если только не пойдет резкий рост доходности облигаций или, не звучат фразы от ФРС о том, что они ставку будут поднимать. Вот этот вариант, я считаю, для них самый логичный, но мы понимаем, что это все удорожает госдолг. То есть, система финансовая все больше заходит в одно нам известное место. Вот, теперь смотрите, по евро-рублю, соответственно, удержание 99.44. И пока мы его удерживаем, соответственно, 101.101.50, в итоге 102.50. Вот здесь, скорее всего, будет пик. Вот здесь я не верю, что дальше пойдут на ослабление. Вот, поэтому вот в этом диапазоне, скорее всего, и будут сдерживать курс. Поэтому здесь смотрим. Главное не пробить 99.44. Пока он не пробит, только ослабление. И, соответственно, 101.50-102.50. По юаню, господа, вот тут, естественно, наш 13-й, 13-й. А дальше у нас фундаментально уровни находились только на 13.60-13.80. Но туда мы не пойдем, потому что этот доллар-рубль будет фактически под 100. Но сейчас пока к этому причин никаких нет. Поэтому мы здесь ждем, по крайней мере, выход за 13.00. А дальше уже будем смотреть. Там уже мы посмотрим, где эти уровни могут располагаться. Пока на данный момент выйти за 13.00. Ну и, соответственно, закрепить. И удерживать 12.80. Это однозначно. Это как бы у нас условия остаются. Пока 12.80 удерживается. Пока, собственно говоря, как говорится, 13-й не пробит. Мы все равно находимся в какой-то рейнджовой динамике на ослаблении. Но если 13 пробивает, то, соответственно, мы уходим уже на дальнейшее ослабление. Вот он, наш импульсный барчик. Не забываем о нем. Он у нас дал вот этот толчок. Мы начали потихонечку девальвировать. И теперь дальше, соответственно, будем наблюдать. Так что вот такая, господа, у нас получилась картина. Собственно говоря, непростая. Сразу могу сказать, что ждать, конечно, нам сейчас все равно ждать результатов по ответу Ирана по Израилю. Все равно, как в итоге все это решится. Вот таким дипломатическим путем или все-таки действительно этот удар будет наноситься. Также по зоне СВО я вас также предупреждал, что, еще раз говорю, все события, происходящие там, рано или поздно выльются на рынки в полноценной силе и на курсы, и на все. Особенно, еще раз говорю, чем ближе будет Одесса. Одесса, это будет эпическая битва НАТО с Россией, по-другому не будет никак. НАТО не отступит, а Россия, соответственно, без Одессы ни на какие там переговоры и прочее не пойдет. Поэтому тут как бы все очевидно. На этом, господа, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллар-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трейдер Клаб, анализ акций. Описание непосредственно под видео всегда у нас в описании есть. То есть там вы можете найти ссылочку на наш канал и туда, собственно говоря, к нам присоединиться. Также напоминаю, что у нас в телеграм-канале всегда самая важная информация, которая действительно влияет на ситуацию с курсом, на рынке. И, соответственно, если не хотите ничего пропустить, понять. Только еще раз говорю, господа, наш канал отличается в корне от всех телеграм-каналов, которые вам, как говорится, приходилось видеть. У нас там нет просто одни графички и там здесь заходим, здесь выходим, здесь стоп ставим. У нас нет там, как говорится, там либо просто каких-то новостей тупо, которые там вышли и просто опубликованы. У нас все обычно контекстно, очень маленькими, как говорится, пояснениями. Объяснениями всегда есть информация, которая действительно именно в данный момент или в ближайший момент может оказать влияние. Все, что не оказывает влияние, мы просто не выкладываем и не принимаем это даже к сведению. Мы просто знаем, соответственно, на что надо обращать внимание, на что нет. Ну и, конечно, там графичков, чтобы просто вам сказать, вот заходите здесь, заходите здесь. А потом, если вы там засели, забыть о вас и дальше, такого у нас тоже, естественно, нет. Поэтому структурирование канала, оно достаточно по-другому абсолютно выглядит, как везде. Поэтому имейте в виду, у нас прежде всего все построено на фундаментале. Технику мы уже обсуждаем там в прямых эфирах или, соответственно, там скидываем какие-то идеи там и так далее. Но в целом канал будет выглядеть совершенно по-другому. И голосовых сообщений будет очень большое количество, потому что мы постоянно поясняем все и так далее. Также допоминаю, что у нас есть услуга персонального сопровождения. Выглядит она вот именно вот так, вот такой вот пост, да. Здесь, соответственно, ссылочка. Можете, во-первых, получить полное описание, что заключается и что входит в эту услугу. Это полностью онлайн-сопровождение ваших сделок. Неважно, почему оно там, по каким-либо инструментам. И прежде всего, конечно, вы получаете полностью онлайн-сопровождение всех ваших сделок. Покупки, продажи, там, держать, не держать, куда входить, куда не входить и так далее. Все это вы можете, соответственно, получить в онлайн-режиме. Поэтому, если будет интересно, тоже переходите, подавайте заявку и, соответственно, с вами свяжутся и все вам расскажут. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно живой чат, в нем абсолютно такие же живые подписчики, как и вы. Разная абсолютно бывает информация, люди делятся, также друг другу дают какие-то советы, какие-то рекомендации, взгляды. Тоже, соответственно, как говорится, много можно чего интересного найти на самом деле, поэтому тоже можете переходить, подписываться и также вступать, кстати, в дискуссии. Довольно много часто обсуждают, и довольно хорошие, и бывает даже делают выводы из фундаментальной составляющей, поэтому также можете подписывать, думаю, вам будет это не лишним. Также напоминаю, что у нас здесь, естественно, на этом канале будут продолжаться каждодневные обзоры по ситуации с курсом валют. На другом YouTube-канале у нас идут обзоры по рынкам, поэтому, если вас это интересует, тоже в Telegram-канал переходите, прямые эфиры проходят каждый день. Вот, и там мы разбираем полностью, вы даже можете зайти, поговорить в дискуссию, у нас голосовые чаты там работают и так далее. Вот, также напоминаю, что, естественно, каждый день снимая ситуацию, связанную с валютами, мы постепенно двигаемся в пятницу. Курс у нас плавающий, поэтому, как я уже вам рассказывал, многое количество факторов надо учитывать для того, чтобы делать какие-то прогнозы. Никакие рисунки, там, биржевиковские, кречетовские, там, R-перемен, там, я не знаю, там, кучу, вот кучу, просто кучу. Смотришь, там, этих Telegram-youtube-каналов, и все на одно лицо практически, практически все на одно лицо. Поэтому, еще раз говорю, надо четко понимать, рисунками вы, графики, графики никогда не предскажете реальное движение цен. Не предскажете, в лучшем случае угадаете, либо там увидите, что упал, значит, сюда вернулся, там, и так далее, но не более того. А вот когда конкретно, на чем и куда пойдет цена, вы этого никогда не узнаете без фундаментала. Поэтому, еще раз говорю, будьте очень внимательны и аккуратны к таким, как говорится, рекомендациям. Просто люди к нам приходят на персональное сопровождение, засаженные уже очередным YouTube или Telegram-каналом, блогером, который, соответственно, сказал зайти туда и, собственно говоря, и потом забыл о том, что он говорил. Вот, поэтому, еще раз говорю, будьте очень настороженны с курсом тоже, тем более там инвестиционные какие-то решения принимать не стоит. Мы, естественно, каждый день все это будем разбирать. Каждый день у нас каждый календарь полностью подробно рассматривается. И, естественно, все события, которые происходят в течение того же дня, безусловно, тоже туда добавляются. В пятницу, господа, естественно, мы подводим непосредственные итоги всей недели. Для того, чтобы делать какие-то прогнозы на следующую неделю, надо четко понимать, что происходило на предыдущей. Потому что тогда у вас появляется ткань рынка, и вы понимаете, куда вплетены все эти нити всех событий, которые были. И вы понимаете, что ждать уже на следующую неделю. Вот это как раз знание истории имеет значение. То, что там на графичках было, надо понимать каждой свеча, что в ней происходило. Тогда вы действительно сможете читать график и понимать, куда он двигается. Ежели вы просто смотрите на графичек и смотрите на циферки, вы никогда этого не узнаете. Зная в пятницу все события предыдущей недели, вы уже к воскресенью, когда мы будем делать обзор на следующую неделю, будете четко понимать тренд, который формировался на прошлой неделе. И, соответственно, он либо продолжится, а тренд my friend, да, либо, соответственно, может быть развороты, коррекции и так далее. Это вы сможете только как раз понимая ткани рынка, уже, как говорится, делать какие-то прогнозы. Поэтому, естественно, мы в пятницу подведем итоги. На этой неделе много у нас чего важного было. Особенно индекс цен потребителей мы получили. Определенные комментарии со стороны ФРС, данные по рынку труда. И это, естественно, безусловно, уже закладывает то поведение рынка, которое будет на следующей неделе. А в пятницу мы еще получим с вами первые отчеты крупных банков, да, которые, соответственно, отчетный период откроют. Это тоже будет иметь огромное значение, как дальше пойдет динамика, да. Потому что мы же понимаем, если рынок будет держаться, американский, например, то доллару будет тяжелее, да. Его надо будет, соответственно, поддерживать. Облигации покупать не будут, уходить в акции. Поэтому все это вытекает одно из другого. Поэтому это надо просто понимать и, соответственно, за этим следить. Но, с другой стороны, если экономика США будет устойчивая, отчеты будут хорошие, это тоже будет поддерживать доллар. Вот это тоже надо понимать. Поэтому, в принципе, ситуация какая. Естественно, уже подведя итоги в пятницу, мы будем уже готовиться к воскресенью. В воскресенье, господа, у нас обзор следующей недели. Там мы создаем абсолютно новые календари, новые события, естественно, выкладываем. Которые мы будем ждать, на которые мы будем ориентироваться, которые куда-то к чему-то может, естественно, привести. Также, не забываем, суббота, воскресенье, господа, очень важные дни, когда происходят события, которые, как правило, стараются производить не тогда, когда идут торговые сессии. Чтобы не оказать сильного влияния на рынки. Поэтому, какие-то военные операции, военные удары, еще что-нибудь, очень часто происходит именно в субботу, воскресенье. Заявление каких-нибудь серьезных чиновников, типа ОПЕК, например, или еще что-нибудь. И который уже в корне может поменять ситуацию на понедельник, когда до этого она выглядела совсем по-другому. Поэтому, естественно, мы субботу, воскресенье также приобщаем обязательно к анализу за пятницу. И в воскресенье, когда мы уже делаем полностью календарь новый, все это учитывая, начинаем приближаться к реальному прогнозу по курсу валют, а не просто там нарисованному, предугаданному, нагаданному. И, как говорится, просто тупо взятого фактически с воздуха. Просто там на основании каких-то стрелочек и прочее. Поэтому, господа, если хотите во всем этом разбираться, если вы хотите реально понимать, что, почему, зачем, кто зачем идет, кто на что влияет, да. А не просто там, почему вам кто-то что-то нарисовал и так должно быть. Тогда, господа, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.